Сегодня мы говорим с вами про 99-й год, который в нашей истории является неким предлогом для того, чтобы поговорить о проблеме искусства 90-х, связанной с появлением новых имен, новых художественных сил в современном искусстве Москвы. И я несколько раз упоминала об этом сюжете в процессе наших встреч. И хотел бы снова обратить ваше внимание на то, что рубеж 80-х-90-х годов связан с интенсивным притоком новых художественных сил на московскую художественную сцену. Этого совершенно нельзя сказать о самой ситуации 90-х, когда новые имена появляются очень и очень редко. И зачастую, появившись на одной-двух выставках, художник, заявивший о себе, исчезает в смежных с искусством областях, таких как дизайн, компьютерный дизайн, медиадизайн и даже журналистика. Но так или иначе 90-е все-таки дали нам некоторые новые имена, которые так или иначе поначалу встраивались в уже имеющиеся тенденции. Я говорю в частности о молодой фракции группы «Ницезюдик», об Алексее Зуборжуке и Александре Ревизорове, которые участвуют в акциях группы в выставках группировки Анатолия Осмоловского. И принимают участие также и в акции группы «Без названия», которую создал Александр Бреннер вместе с Антоном Литвиным и Богданом Мамоновым. Второе важное имя, которое мы с вами неоднократно упоминали, это Людмила Горлова, но она тоже, как и молодые «Ницезюдики», как их называли в Москве, появляется исключительно в контексте проектов Анатолия Осмоловского и иногда показывает свои самостоятельные проекты в галерее «Эксель». Проекты эти получают очень хорошую прессу, что важно подчеркнуть, но до середины 90-х это, пожалуй, и все. Тем временем галереи, о которых мы с вами говорим, как о центрах тогдашней художественной жизни, продолжают активный поиск новых участников художественного процесса, потому что, как и любая другая индустрия, эта сфера требует постоянного притока новых сил, новых идей, новых интерпретаций, новой даже какой-то оппозиции, потому что именно в полемике растут мэтры, проявляют свои новые грани, и в этой поколенческой битве начинают прорастать какие-то очень интересные художественные высказывания. Однако 90-е, еще раз повторю, на новые имена небогаты. Я хотела бы показать вам некоторые работы, некоторые имена, которые могут считаться вот такого рода дополнением к небольшой армии искусства 90-х годов, которые к концу 90-х, к концу десятилетия, наконец-таки порождает новую поколенческую фракцию. А тем временем перед вами на экране обложка буклета выставки, о которой я говорила в прошлый раз. Это проект, затеянный немецкими культурными институциями. Проект очень символически назывался «Россия без музея современного искусства». И на обложку буклета помещена работа одного из художников галереи «Айдан», который впервые появляется на выставках этой галереи в 96-м году. Это Михаил Ухов. Вот еще его работы, выполненные в такой вот плакатной манере, которая очень характерна для молодежной культуры, по всей видимости, никак не связанной с современным искусством, связанной исключительно, может быть, дружественными какими-то и приятельскими связями. Однако именно с помощью Михаила Ухова и его друзей эта эстетика кислотная, эстетика журналов «Птюч», «Ом» и так далее переходит на территорию современного искусства. В 97-м году это небольшая группа из трех человек. Помимо Михаила Ухова туда также входит Станислав Шурипа, из тех художников, которых мы знаем сегодня. Эта группа получает название «Ура! Новый проект» или «Урановый проект». И сразу очень очевидным образом выстраивает свою собственную стратегию, которая, к сожалению, не получила должного продолжения. Сейчас я объясню, почему. Так же, как и Михаил Ухов, Станислав Шурипа представляет на совместной выставке вот такого рода большие живописные полотна, выполненные как будто бы на компьютере. Это очень лаконичная композиция, как правило, урбанистическая, это яркие цвета, это новая для московской художественной ситуации символика, совершенно никак не связанная ни с политикой, ни с критикой социальных институтов, ни с концептуализмом, как основой всей московской художественной традиции того времени. Это абсолютно холодные, плакатные почти что, вот такие, это, наверное, самое радикальное высказывание Стаса Шурипа, которое может быть прочтено как политическое, связанное вот с той самой компьютерной эстетикой, эстетикой только начинавшегося тогда движения компьютерных игр, которое демонстрирует публике, что современное искусство может избегать благополучно острых тем, ярких социальных акций, эпатажа, скандала, оно может сразу занимать вот эту нишу коммерческого продукта с одной стороны, и с другой стороны высвечивать некоторые связи между современным русским искусством и русским авангардом, который в традиции предыдущих поколений воспринимался крайне неоднозначно. Я уже говорила о том, что для художников, представителей московского акционизма русский авангард начала XX века – это скорее сфера поэтических референций, сфера, с которой связаны не столько смыслы, сколько поэтика, на которой базируется московский акционизм, особенно в лице Анатолия Осмоловского и его художественных группировок. Это риторика плаката, это риторика революции, которая не имеет прямых связей с реальной, актуальной тогдашней российской ситуацией. Более того, зачастую это отсыл не столько к Маяковскому, Родченко, Татлину или Малевичу, сколько к манифестам кубофутуристов или лефовцев. Это стихи Маяковского и Крученых. И только в последнюю очередь это в той или иной степени живописной, изобразительной работы русских авангардистов. Здесь я уже не говорю о предыдущих поколениях, для которых вначале русский авангард – это всего лишь источник такого внутренних поисков своей собственной истории искусства, восстановления утраченных связей. И в этих поисках самоидентификации для художников 60-х годов русский авангард – это прежде всего миф. Причем миф небезопасный – это миф о том, насколько тоталитарное представление о природе искусства, модернистского искусства, может пагубно отразиться на сфере духовного. Насколько коллективное творчество может быть противоположной индивидуальности, настолько московские шестидесятники далеки от своих предшественников десятых-двадцатых годов. В рамках традиции соцарта и концептуализма русский авангард – это скорее источник бесконечной иронической деконструкции, лишь фон для того, чтобы продемонстрировать связь советской визуальной пропаганды и того наследия, которое оставили супрематисты и конструктивисты в нашей истории искусства. То есть таких прямых непосредственных взаимоотношений с русским авангардом как источником прямого наследования у предыдущих поколений московского современного искусства не было. И, наконец, здесь через плакат, через дизайн эта связь устанавливается. Очень интересно, кстати говоря, хотя это, может быть, и тема для отдельного разговора, наблюдать, как на сегодняшних выставочных площадках вот эта взаимосвязь через поколение Стаса Шурипа и Михаила Ухова укрепляет свои позиции. То есть русский авангард в конечном итоге, перепрыгнув в столетие, вернулся в русское искусство как непосредственный исток эстетики и стратегии. Именно сегодняшнее поколение находит вот эту непосредственную связь, которая миновала, можно сказать, художников 90-х. Еще одна художница, которая была представлена галереей Айдан, наверное, одна из таких острых проблем, которая вставала перед всеми галереями, но не все могли их решить, эти проблемы. Галерея Айдан, наверное, решала их немножко более успешно в середине 90-х. Так вот, это художница Татьяна Панова. Здесь две фотографии из ее проекта «Жизнь жестче», который был показан в галерее Айдан, как я уже сказала, и также получил еще хорошую прессу. Хотела обратить ваше внимание на сходство эстетики всех этих трех авторов, которые почти одновременно появляются в галереи. Они напрямую не связаны с традицией неоклассицизма, особенно в его Санкт-Петербургской вариации. А это, надо напомнить, была одна из излюбленных линий, которых придерживалась галерея Айдан все годы своего существования. Все эти работы этих авторов объединяет, наверное, такая вот холодная эстетская глянцевость, которую при всей возможной жесткости изобразительного мотива или отсылок, спрятанных в названии, невозможно избежать вот этого ощущения такого мертвящего холодного света, который вполне годится для оформления офиса или строгого дизайна модных квартир. Еще раз обращаю ваше внимание, что здесь в данном случае, в случае с Татьяной Пановой, мы видим фотографию, ту технологию, которая начинает получать все больше и больше распространения именно с середины 90-х годов. В последнюю очередь благодаря, как я уже говорила, биеннале фотоискусства, которое проводит Московский дом фотографий с 96-го года и, видимо, какому-то органическому интересу к фотоискусству, как к искусству мобильному, экономичному или, как сейчас говорят, бюджетному, и, с другой стороны, отвечающему всем наличным, возможным, представимым уровнем спроса виртуального художественного рынка того времени. Следующий, да, этот проект, который получил название «Урановый проект», не продлился долго, к сожалению, поскольку один из участников этой группы трагически погиб в 98-м году. Михаил Ухов ушел из жизни, и поэтому группа распалась, не получив серьезного продолжения в московской художественной ситуации того времени, хотя все возможности для этого присутствовали. На эту группу возлагались очень большие надежды буквально сразу после их первой совместной выставки. Ну вот знаете, да, когда впервые появляется какой-то вновь давно ожидаемая новая фигура, все, так сказать, Юпитеры, сообщества направляются в эту сторону, но, как я уже сказала, традиция была продолжена уже в следующем десятилетии, через поколение, и, возможно, не в последнюю очередь, благодаря тому, что одним из профессоров и ректором Института проблем современного искусства является тот самый Станислав Шурипа, картина которого вы только что видели. Следующая волна притока новых имен случилась по плану. Это была совместная затея Института проблем современного искусства, который уже в течение нескольких лет целенаправленно двигался в сторону формирования образовательной программы в области современного искусства. Института открытый общество в лице Центра современного искусства Джорджа Сороса, который еще в 1999 году продолжал получать щедрое финансирование от головного Будапештского офиса. Совместными усилиями этих двух институций, прекрасно понимающих, что одна из основных проблем современного искусства в те годы, но на самом деле эта проблема остается и сегодня, это проблема воспроизводства кадров. Мы также говорили об этом в самом начале наших встреч, о том, что вся академическая структура осталась в ведении прежних консервативных старых институций, таких как Академия художеств, которые были подведомственны и Московский художественный лицей, бывшая Московская средняя художественная школа, и Московский Суриковский институт, да в принципе и другие художественные вузы, и училища 1905 года, и Строгановский институт. И проникнуть внутрь этих художественных образовательных конструкций было практически невозможно. Они старательно отторгали от себя всю прогрессивную молодую профессуру. Только в 2000-х годах сама Айдан Салахова, возглавлявшая до недавнего времени созданную ею самой галерею Айдан, стала профессором Суриковского института и занималась активным продвижением своих студентов, пытаясь совместить академическую школу рисования и навыки современного художника. Так вот, если ремесленно хоть как-то это можно было транспонировать внутрь этих консервативных художественных институций, то те основы, на которых зиждется современное искусство и образование в этой области, а именно теория, философия современного искусства, перенести туда внутрь Суриковки или Строгановки было совершенно невозможно. И, как я уже сказала, и Центр современного искусства Сороса, и Институт проблем современного искусства уже в течение нескольких лет пытались так или иначе провести в жизнь эту идею о том, что художникам, выпускникам традиционных художественных вузов нужно что-то делать, чтобы найти себе применение в этой странной области, которую мы называем современным искусством. Институт проблем современного искусства изначально назывался Институт современного искусства. Просто воспринимая как модель типологию ICA, Institute of Contemporary Art, существующие в разных городах Великобритании и США, но был вынужден сменить свое наименование именно в тот момент, когда при перерегистрации стремился получить, поменяв устав, образовательную лицензию. Оказалось, что уже в Москве существует Институт современного искусства, не имеющий никакого отношения к современному искусству. И таким образом в названии института появилось слово «проблем». Так вот, Институт проблем современного искусства разрабатывает для Центра современного искусства образовательный план. И этот образовательный план содержит в себе в равных долях, а может быть, и не совсем в равных, как практические занятия, мастер-классы, проводимые лидерами современного искусства Москвы, так и теорию искусства XX века и философию XX века. Скорее, можно даже сказать, что теории и философия в программных записях первого курса под названием «Новые художественные стратегии» оказываются преобладающими. И в 1999 году на основе вот этого составленного образовательного плана, в которой активнейшим образом вовлекаются лидеры Московской художественной ситуации, кураторы, критики, философы, художники, взявшие на себя миссию вот такого вот попечения молодых студентов. В 1999 году курс «Новые художественные стратегии» объявляет первый набор. и выясняется, что конкурс достаточно большой, заявок приходит много, объявления о наборе размещаются в центральной прессе, что тоже очень важно. И по итогам этого довольно строгого конкурса отобран один из самых сильных курсов в истории этого образовательного учреждения. Этот курс дал нашей истории искусства следующего десятилетия такие имена, как Ирина Корина, Виктор Олимпиев, Елена Ковылина, известный художник, перформансист, Лиза Морозова, тоже работающая в сфере перформанса все эти годы. Вольнослушателем ходил туда, вот я не помню, или он учился все-таки, по-моему, все-таки учился Растан Тавасиев, например, в этом году вошедший в шорт-лист премии «Инновация». Туда же, на этом же курсе учатся и будущие лидеры искусства 90-х, участники группы ABC Art Business Consulting, Михаил Косолапов и Максим Илюхин. То есть, это очень действительно сильный курс, который, наверное, не смог бы состояться вот как такая единая поколенческая волна, если бы московские галереи не дали этим молодым ребятам возможности неких групповых и персональных высказываний, заставляя художников с первых же месяцев обучения активно участвовать в выставочной жизни Москвы. Перед вами фотография проекта «Виниловые кости», которая прошла, выставка состоялась в галерее «Ксель» и по сути инициаторами самого проекта стали студенты, нашедшие на заброшенных складах фирмы «Мелодия» большой тираж никому уже не нужных грамм-пластинок с записью Элвиса Пресли. То есть тираж был выпущен, но не пущен в продажу. Видимо, это случилось уже на излете промышленности, печатавшей виниловые диски, которые были уже в тот момент полностью вытеснены с рынка дисками, вернее, сначала аудиокассетами, затем компакт-дисками. И вот этот объект, тогда еще не рассматривавшийся, как драгоценный. Это сейчас мы знаем о магазинах винила, которые собирают коллекции таких вот выпущенных в предыдущее десятилетие пластинок. Есть фирмы, которые продолжают выпускать машины, как это называют, проигрыватели, которые проигрывают винил. Тогда же эта индустрия была абсолютно мертвой, и, конечно же, в большом количестве найдены вот эти черные диски с записью голоса короля рок-н-ролла не могли не привлечь внимания к себе, как такие вот замечательные артефакты. и инициатива молодых художников нашла отклик в галерее XL, которая также, как и галерея Айдан, находилась в перманентном поиске новых имен, потому что действительно работать с одной и той же командой, пусть и очень сильных, талантливых художников, не то чтобы провальная стратегия, но во всяком случае стратегия достаточно напряженная, самым звездным звездам требуется мощный фон для их сияния. И в 99-м году в галерее XL проходит выставка, на которой все объекты так или иначе сделаны с использованием вот этих виниловых дисков. Эта выставка, сам проект и вся работа над ним рассматриваются ректоратом курсов как первое художественное задание, в котором перед студентами ставится задача обыграть так или иначе найденный объект с тем, чтобы создать новое художественное высказывание. И вот перед вами объект Оксаны Дубровской, который, как видите, не вытеснил из своих пределов сам диск, оставив крутящийся механизм и портрет Элвиса Пресли как проекцию его голоса, почти что как в работе Андрея Монастырского Пушка. То есть в данном случае аудиальное ожидание вытеснено также визуальным, то есть немножко все наоборот. Итак, в 99-м году начинается обучение и уже в конце года в Москве проходит выставка, я даже не стала сканировать, потому что обложка в общем-то никакая, беленькая, такая маленькая книжечка, выставка под названием «Последнее поколение». Эта выставка характерна следующим своим устройствам. Ее инициатором становятся опять же руководство института и сами студенты, но куратором в ней выступает человек, чья репутация в Москве в конце 90-х абсолютно непререкаемо. Более того, это такой титан экспозиционерского искусства. Это Олег Кулик, который при помощи работ, предоставленных художниками новых художественных стратегий, выстраивает некое свое особое произведение. Вспоминая историю, свою собственную историю как экспозиционер, он выбирает для экспонирования этих работ не простые подиумы, не стены маленькой галереи Spider and Mouse. Обращаю ваше внимание, что вновь, как и в предыдущие разы, молодым художникам свои стены предоставляет именно галерея как некоммерческое художественное пространство, как пространство неких нон-профитных инициатив, пространство, заинтересованное в появлении новой художественной крови на своей квазикоммерческой территории. Итак, Олег Кулик вспоминает свой прошлый проект семилетней давности, проект 92-го года, который прошел в галерее Реджина. Назывался он «Следы на подиуме». Мало кто уже сейчас помнит, даже из старожил, из тех, кто являлся непосредственным свидетелем художественного процесса начала 90-х, что именно было выставлено на этой выставке, которую сделали три художницы, две москвички, одна англичанка, но все прекрасно помнят экспозиционный контекст, который очевидным образом превзошел сами экспонаты. Экспонаты на той давней выставке «Следы на подиуме» представали перед зрителем на подиумах, выполненных из снега. В течение нескольких дней на морозе в таких вот прямоугольных коробах работники галереи утрамбовывали снег так, чтобы образовывались монолитные ледяные столбы, на которые были установлены слепки, гипсовые слепки разных частей тела Олега Кулика и других участников московского художественного процесса. Во время показа эти подиумы естественно начали таять и таким образом пространство галереи превратилось из традиционного стерильного белого куба, в котором помещаются такие же стерильные холодные произведения современного искусства в некую выворочную наизнанку реальность, которая окружала участников зрителей снаружи. Это такая серая слякотная московская зима, в которой непонятно, кто является хозяином города, сами горожане или те погодные условия, в которых они существуют. И вот Кулик решает повторить свой тогдашний эксперимент, но гораздо менее комфортных условий, потому что помещение галереи Spider Mouse гораздо меньше, да и экспонатов гораздо больше. Таким образом галерея оказалась полностью забита вот этими ледяными снежными столбами из грязного снега, начавшими таять еще, по-моему, до открытия. И вот этот экспозиционный ход, конечно же, моментально снял вопрос об участии молодых художников в этом проекте, потому что никто так и не смог разглядеть, что же было выставлено на этих столбах, хотя бы не только потому, что экспозиционное решение было гораздо сильнее самих экспонатов, но и потому еще, что этих столбов из грязного снега было гораздо больше, чем места для свободного перемещения зрителей между ними. Вот так вот такими испытаниями и были переполнены будние дни этого учебного заведения, которые с одной стороны преодолевали, как в данном случае, жесткость поставленной задачи сделать произведение искусства на основе такой довольно формальной точки зрения, агрессивные вещи, виниловый диск, который сам в себе несет большое количество культурных коннотаций, его надо было победить. И, как видите, такой экспозиционный фон в случае с виниловыми костями тоже был достаточно агрессивен, потому, что все пространство галереи, то пространство, которое не было занято собственно произведениями искусства, было инкрустировано дисками, которые не были затронуты авторским вторжением. И второе испытание, это испытание непосредственным контактом с таким вот титаном московского современного искусства, как Олег Кулик, который ставит молодых начинающих художников в заведомо проигрышные обстоятельства, с которыми в свое время в галерее Реджина в начале 90-х годов не могли справиться и вполне состоявшиеся мэтры московского искусства. Задания достойны силы профессоров и учителей тех усилий, которые были затрачены на их выполнение. То есть, как видите, в этом первом наборе курсов новой художественной стратегии мы видим усилие практически всего художественного сообщества, которое, оказывается, вовлечено в учебный процесс. С одной стороны, это две уже достаточно сильные институции. Одна предоставляющая интеллектуальный ресурс, это институт проблем современного искусства и организационный, безусловно. И вторая предоставляющая административные учебные инвестиции, занятия проходят в помещении Центра современного искусства Сороса на улице Черняховского и, естественно, финансовые вливания, поскольку все 90-е годы Центр Сороса это единственная институция, обладающая своими собственными средствами и в данном конкретном случае именно в 99-м году, в последнем году существования этого центра, решившая вложить последний грант головной организации, который называется Институт открытые общества, не в раздачу маленьких грантов своим заявителям, которых обычно бывало много со всей страны, поэтому гранты получались небольшими и тратились может быть не столь эффективно, как должны были бы. Центр Сороса решает значительную часть своего годового бюджета потратить на профессиональную переподготовку уже сложившихся художественных кадров, потому что очень многие из тех, кто пришел учиться на эти курсы, имели художественное образование. Туда же в эту же топку профессионального переобучения кидают свои силы те, кто приходит читать лекции, там проходят мастер-классы не только художников, которые рассказывают о том, как строить свое творчество, которое абсолютно нисколько не похоже на то, чему обучают в советских и постсоветских художественных вузах. Туда приходят художественные критики, которые рассказывают о том, как правильно писать куррикулум ВИТЭ и пресс-релиз своей выставки. Туда приходят историки искусства, которые рассказывают о истории модернистских течений XX века. Туда приходят теоретики, которые рассказывают о базовых проблематиках искусства XX века, в том числе и современного. таким образом на выходе мы получаем подготовленных студентов, которые чувствуют себя в обстоятельствах современного искусства не как современные Колумбы или изобретатели велосипеда, но как уже вполне состоявшиеся художники, которых в руках есть и ремесленные навыки, и навыки институционального поведения, которые передаются уже в дальнейшем не как было в старину 10 лет назад, 5 лет назад от мастера к ученику индивидуально, но как некое готовое знание, которое можно получить в индустриальном порядке. Хотя, конечно же, сохраняется и такой эффект прежнего ученичества, как почти средневековая цеховая преемственность. Очень многие художники, которые прошли через горнила курсов новой художественной стратегии, оказываются вовлечены в художественный процесс через процедуру посвящения, через близкое знакомство с основными участниками художественного процесса, которые не только не прячутся от молодых художников за стенами кабинетов, потому что художников много, а галерист один, но, напротив, готовы принимать каждого, разговаривать с каждым персонально, именно потому, что и московская художественная ситуация в лице кураторов, критиков и галеристов заинтересована в появлении новых имен. И очень скоро новые имена из числа выпускников этих курсов становятся экспонентами московских галерей. В частности, характерна в данном случае история художницы Ирины Кориной, которая оказывается в числе главных художников галереи Excel. С первых же показов она демонстрирует свое умение обращаться с любым архитектурным пространством. Вот перед вами фрагмент ее инсталляции, первой персональной выставки инсталляции в галерее Excel, которая называлась «29 трансформаций». Все небольшое пространство галереи было покрыто вот такими странными образованиями, которые меняли архитектуру внутреннего помещения. Там же были размещены фотографии этого пространства, какие-то странные подсветки и гроздья лампочек, гроздья лампочек, развешанные в углу. Это с одной стороны усилия художницы по трансформации Белого Куба, который слишком стерилен для ее представления о том, каким должно быть современное искусство. И с другой стороны очевидный результат ее учебы профессиональный театральный художник. Таким образом, мы видим, как уже полученное художественное образование может сочетаться с совершенно индивидуальной художественной стратегией, которая делает Ирину Корину не похожей ни на одного из художников московских, которые работали здесь до нее и которые придут на московскую художественную сцену после нее. Конечно же, все основные проекты художница сделала в галерее Excel за ее пределами уже в 2000-е годы, но уже к концу десятилетия она признанный мастер московской художественной сцены, она обладатель художественных премий, как молодой художник, как состоявшийся художник. ее ретроспектива проходит в Московском музее современного искусства, но обращаю ваше внимание на то, что понятно, что для того, чтобы добиться таких успехов необходим и талант, и опыт, но поначалу, как я уже сказала, и еще раз обращу ваше внимание на это, для того, чтобы звезды засияли, было приложено очень много усилий тех людей, которые были вовлечены с самого начала в институциональное художественное строительство 90-х годов. Еще один очень важный источник молодых кадров, который мы можем назвать в 90-е годы, становится усилие нескольких художников, связанных с художественными образованиями начала десятилетия. С одной стороны, это так называемая школа современного искусства Авдея Тараганяна, о которой я говорила в прошлый раз в связи с акцией «Юный безбожник» на арт-манеже 98, и с другой стороны, это внеправительственная контрольная комиссия Анатолия Осмоловского, которые в данном случае, я имею в виду и Осмоловский, и Тараганян, так же, как и весь большой московский художественный мир, заинтересованы в воспроизведении, кадровом воспроизведении своего, своих художественных доктрин. и тот, и другой воспринимают молодые художественные силы, которые привлекаются для перекодирования, что ли, превращения простых московских юношей и девушек в современных художников, не только как образовательные проекты, сколько как собственные художественные проекты. И для начала мне хотелось бы показать вам то, что, может быть, вы не успели посмотреть в Ютьюбе. Мы говорили с вами о том, что это в принципе это видео можно там найти. Но, так или иначе, я упоминала акцию баррикада на Никитской. И вот перед вами видеосюжет. И что очень важно в числе инициаторов и участников баррикады, не только состоявшиеся художники, известные нам по группе движений ЭТИ, не только Анатолий Осмоловский лично и Авдей Тараганян в виде своих работ и тоже лично, но и молодые художники из Внеправительственной контрольной комиссии. Покажите, пожалуйста, вот первый кусок баррикады. В выходные о себе впервые заявила новая политическая организация Комиссия Внеправительственного контроля, объединившая в своих рядах радикально настроенных левых интеллектуалов. Организация вывела художников и студентов на баррикаду, перегородившую Большую Никитскую улицу в Москве. Выход на баррикаду был приурочен к 30-летию студенческой революции в Париже, которая, как вы помните, началась по ничтожному поводу и в результате радикально изменила политическую ситуацию во Франции, вынудив президента Деголя уйти в отставку. Члены комиссии Внеправительственного контроля выдвинули следующие конкретные требования, адресованные правительству Российской Федерации. Первое. Ежемесячно выплачивать каждому участнику движения 1200 долларов США. Второе. Легализация наркотиков. Третье. Право бесплатного и безвизового передвижения по всему миру. Музыка. 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 25 мая Краснопресненский районный суд признал виновными в нарушении статьи 166 части 2 административного кодекса Российской Федерации и приговорил Пименова, Осмоловского и Агафонова к 400 рублям штрафа. Модуля Тарганяна старшего к 250 рублям штрафа. Тарганян младший предупрежден об ответственности. Все, можно выключить. Спасибо. Вот как видели среди участников и даже тех, кому вменили административный штраф, не только мэтры московского современного искусства, но и молодые авторы, часть из которых были активны как слушатели школы современного искусства Авдея Тарганяна, который выстраивает свою школу буквально как школу, то есть вычленяет из практики московского искусства 90-х годов некоторые изобразительные акционные штампы и заставляет молодых участников в такой игровой форме воспроизводить эти штампы с тем, чтобы обучаться на примере своих предшественников. Прежде чем мы запустим второе видео, я хотела бы упомянуть кроме Давида Тарганяна, одного из сыновей, Авдея Тарганяна, в школу современного искусства в комиссию входили и молодые друзья Давида Тарганяна, такие, например, как Алексей Булдаков, небезызвестные ныне деятели левого искусства Илья Будрайцкес и многие другие. И вот сейчас перед вами школа перформанса, одно из показательных занятий школы современного искусства. Каждому из участников этой школы предложено воспроизвести со сцены то или иное радикальное художественное действие, действие, которыми была в свое время богата история 90-х. Можно запустить этот Школа перформанса. Добрый вечер. Работа нас начну. Добрый вечер. Мы хотели бы вам показать у школы из нашей школы. Рядом с ним его сын. Я возобновил школу и мы работаем совсем недавно, поэтому что-то у нас не очень получается, потому что вот и так как это фестиваль в цивилизе театра, то мы покажем вам ту часть своей программы, которая касается перефолации. Собственно, наше выступление будет состоять из двух частей. Вначале это упражнение. Упражнение это вот такие основные элементы классические рефорницы. И вторая часть это творческие домашние задания, которые ребята уже готовы сами. Ну, и все. Да, у нас довольно много всех. все. Значит, первое упражнение, которое вы сейчас увидите, называется лежание на двух стульях. Ну, вот лежание на двух стульях мы посмотрим, наверное, ограничимся, потому что там очень много подобных бессмысленных заданий, и не все из них жили. отец. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, вот на этом, наверное, можно остановиться. Принцип обучения уже поняли, даже показательные выступления дают об этом некоторые представления. К сожалению, не решилась я показать вам еще одну видеозапись из архивов современного искусства гаража, проект, который назывался «Вон из искусства». Проект школы Терраганяна, в процессе которого участники этой школы, все те же самые молодые люди, которых вы сейчас видели на экране, должны были подходить к мэтрам московского искусства и объяснять им, насколько они плохи и насколько московская художественная ситуация устала от их присутствия, что они должны немедленно покинуть территорию современного искусства и освободить ее для молодых сил. Я не решилась их показать, поскольку действительно достаточно жесткая по всем параметрам акция, потому что много со всех сторон нецензурной лексики и различных угрожающих действий. Как видите, группа Осмоловского и группа Терраганяна пересекаются между собой и уже в 1999 году, примерно тогда же, когда случилось начало курсов новой художественной стратегии, эти художники из школы Терраганяна и комиссии Осмоловского образуют свою собственную группу, которая получает название Общество Радок. И для рубежа 90-х, особенно для начала 2000-х, это одна из центральных таких масштабных группировок, важных для развития московского искусства 2000-х. И по составу в принципе это все те же самые люди, это Давид Терраганян, это Алексей Булдаков, это Илья Будрайцкевс, это Валерий Читак, кстати говоря, все те самые, которые сегодня и составляют основу московского современного искусства, так что личные проекты двух художников Авдея Терраганяна и Анатолия Осмоловского стали переросли как бы вот эту проектную ситуацию и стали основой для искусства следующего десятилетия. Общество Радок, манифестация одна из ключевых акций уже следующего десятилетия, мне очень хотелось вам ее показать, потому что она как бы связывает самое начало 90-х через баррикаду на Никитской с искусством следующего десятилетия. Попытаюсь, хотя это жалкая попытка, но тем не менее, попытаюсь вам описать эту акцию словами. Художники написали на лозунгах, на красных таких транспарантах некоторые выдержки из риторики тогдашних антиглобалистов, но при этом сделали сами цитаты идеологические нечитабельными, поскольку закрыли большую часть букв, ну как бы закрасили эту часть слов. и вот с этими транспарантами они вышли последовательно на несколько людных перекрестков московских, где обычно в ожидании зеленого света скапливается большое количество пешеходов, и в момент, когда зеленый свет зажигался, и вот это большое количество пешеходов начинало свое движение по зебре, над их головами вздымались вот эти транспаранты с нечитабельными возгласами неведомых никому антиглобалистов, и таким образом обычная московская серая толпа, идущая по своим делам становилась как бы безмолвной участницей вот этого крайне поэтичного и не плакатного, но скорее поэтичного события, которое не столько следовало законам прямого действия, как в случае со школой современного искусства Терраганяна, сколько воспроизводила всю ту же самую риторику авангарда, превращая улицы в палитры, тела людей в визуальный в инструмент визуального образа, создания визуального образа. И уже только через 10 лет внутри все той же традиции начинает проявлять себя искусство, которое вновь как бы через поколение возвращается к искусству прямого высказывания, прямого действия, но это уже искусство 2010-х годов, о которых мы, наверное, где-то будем разговаривать в другие времена. Вот если у вас сегодня есть какие-то вопросы по теме сегодняшней лекции, то, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, если есть. Какие? Здравствуйте. Можете как-то прокомментировать название галереи Айдан? Откуда оно произошло? Так звали владелицу и создательницу галереи. Ее зовут Айдан Салахова. Здравствуйте. А у меня вопрос по поводу ИПСИ. Вы охарактеризовали его как такой очень мощный комбинат каких-то известных сейчас художников, а ИПСИ до сих пор удерживает за собой эту роль, либо появились какие-то новые центры? Институт проблем современного искусства как раз таки это флагманский образовательный проект, который просто старше прочих. Но уже в конце 2000-х появляются и другие. Сейчас очень большую роль в процессе художественного образования играют так называемая школа Родченко при мультимедиа и арт-музее, свободные мастерские при музее современного искусства. И вот, пожалуй, все. Но Институт проблем современного искусства занимается образовать образовательными программами получается сколько? Уже 15 лет. То есть там опыт очень большой и ежегодно выпускает там был немножко такой провальный период, но не совсем провальный, просто очень мало из тех, кто был слушателем курсов, задержался в изобразительном искусстве. А, извините, не могла как я могла забыть в течение уже нескольких лет активнейшим образом занимается проблемами художественного образования Институт Анатолия Смоловского, который мы знаем под названием Институт База. Но Анатолий Смоловский не может без того, чтобы не передавать свой богатейший опыт молодежи, поэтому его институт это тоже очень заметная кузница молодых художественных кадров. Проблема только в том, что художников действительно вот сейчас на сегодняшний день готовят четыре довольно сильные институции, а вот искусствоведов, кураторов, художных критиков, историков искусства в этой области почти никто не готовит. Это вот становится большой проблемой. У меня есть вопрос. Сейчас, если выйти на улицу Москвы, то можно заметить гигантское количество граффити. Было ли оно в 1999 году? Фактически можно сказать, что было, но это очень любопытная история. Я, честно вам признаюсь, сама только изучаю историю движения граффити и стрит-арта, особенно в контексте русского искусства, не только московского, и вот мне посчастливилось познакомиться и подружиться с одним из лидеров этого движения, которого зовут Кирилл Кто. И он, наверное, один из самых больших знатоков этой истории. И, кстати говоря, вот его усилиями скоро, буквально на днях, в Музее современного искусства откроется ретроспективная выставка Паша 183, нашего известного недавно трагически ушедшего из жизни художника граффити. И вместе мы делали с ним каталог выставки, поэтому я очень много узнала. Так вот, он мне как раз рассказывал о том, что в нашей локальной истории граффити движения сложилось вначале не собственно на улицах, а скорее на фестивалях граффити, которые были инициированы большими корпорациями, связанными с производством товаров для молодежи. И уже потом как бы эмансипировалось и укрепилось на улицах. ну вот скажем тот же Паша 183 начинает работать в 97-м году и он уже в этом контексте молодой автор. То есть он перенимал так сказать опыт у анонимных старших коллег, хотя уже в тот момент была в Москве и школа в которой можно было узнать что-то об этом искусстве. Но там были свои тонкости, мне не хотелось бы сейчас в это углубляться. Но в частности, например, поначалу не было таких вот богатых точек, где можно было бы приобрести специальную краску. Писали чем угодно, акрилом обычным. и только когда появились вот эти спреи. Кстати, если я не ошибаюсь, пусть меня не бьют на такие вопросы. Если я не ошибаюсь, впервые эта краска пришла именно через фестивали, инициированные вот коммерческой, с какой-то подачей коммерческих структур. Какая-то краска под названием Монтана. Может быть, вы имеете в виду фестиваль Мост? Нет? Не боюсь соврать. Нет, по-моему, нет. Спасибо большое. Ну вот я очень жалею. В свое время был в привинзаводе проект Стена, активно развивавшийся. И там были курсы по истории граффити, которые как раз читал и Кирилл, кто, и многие другие, и Миша Мост, если я не ошибаюсь, тоже. То есть с закрытием этого проекта я боюсь, что мы многое потеряли, но может быть, он где-то в другом месте возникнет. Недавно была экскурсия от Москультпрок по местам стрит-арта. И возможно у Москультпрога будут еще идентичные мероприятия. Ну, было бы неплохо. Да. Я надеюсь также, что этот каталог по выставке ПАШ-183 он тоже будет каким-то, может быть, не очень обширным, но все-таки справочником по этой истории. По-моему, это первый случай, когда искусство граффити и современное искусство смыкаются настолько тесно, что выступает в какой-то институциональной связке. Спасибо большое за ответ. В следующий вторник будем подводить итоги и немножко заглянем в 2000-е годы, посмотрим, что нас ждет в тогдашнем будущем. Так что, до следующего вторника. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ